Доброе всем утречко! Хочу сейчас выпить кофеёчек. Завела Кирюшу в школу, отправила папу на работу нашего. И сейчас хочу выпить кофе. И всё, думаю, хожу, думаю, ищу по интернету, где найти подарок для Кириной подружки. Нашла в одном месте постельное бельё, заказала. Мне звонит менеджер, говорит, извините, у нас в наличии его нету, нужно ждать 7-10 дней. Мне ждать некогда, у нас послезавтра день рождения, и когда мне ждать? Мне нужно сейчас. Сделала на втором сайте, написали, что менеджер с вами свяжется, но почему-то до сих пор со мной никто не связывается. Пытаюсь кофе себе насыпать. О, есть. До сих пор никто со мной не связывается, скорее всего, это один и тот же продавец, и всё под заказ. Просто какая-то печалька. Я это могу именно так назвать. Не знаю, что делать. В общем, дарить обычную крутилку Bell Blade для девчонки не хочется. Я в замешательстве. И ещё у меня сегодня апатия. Настоящая апатия, потому что на улице сегодня холодина. Настолько холодно, сыро, мерзко, противно, ужасно. Я ничего не хочу делать. Хочется сидеть дома, залезть под одеяло, закутаться с горячим чаем, с мёдом, с лимоном, с мятой и сидеть смотреть какое-то прикольное кино. Но, в общем, я нахожусь сейчас в состоянии апатическом. Я не хочу, чтобы было холодно. Блин, но зима-то всё-таки идёт, и она уже совсем-совсем близко. И это печально. И даже птичка мне поддакивает. Да, птичка? Да, и даже птичка мне поддакивает, что очень холодно, и ничего не хочется делать. Ладно, всё, буду я пить кофе, и ещё в интернете какие-нибудь приколы с этими бейлблейдами. Позвонили мне с розетки, где я заказывала постельное бельё. И нет, вообще нигде нету постельного с бейлблейдами. Они только все под заказ. Поэтому я в конкретном замешательстве, я вообще не имею понятия, что дарить. Ребёнок хочет одно, а подарить это не получается. В общем, скорее всего, это будет какой-то тогда набор с бейлблейдом. Или я, может быть, посмотрю какую-нибудь интересную вещь для неё. Ну, в общем, у меня нету пока вариантов. Может быть, рюкзак школьный. Ну, не знаю. В общем, я пока не знаю. У меня нету никаких мыслей. Я ещё, конечно, с Кирюшкой посоветуюсь сегодня, что можно придумать. Но пока у меня вариантов нет. Никаких. Пыталась найти где-то чашки, может быть, какие-то тарелки. Но и этого тоже нет вообще. То есть, в принципе, с этим бейлблейдом, оказывается, так мало есть вещей. Те, которые я именно понаходила, чтобы они у нас были в наличии. Потому что, как бы, есть, но всё под заказом. Не вот на вчера. Но получилось так, что просто на день рождения нас пригласили очень поздно. Если бы мне сказали заранее, то, возможно, я бы что-то и подыскала. А так, не знаю. Так что буду я собираться за Кирочкой в школу. И с ней уже этот вопрос решать, что дарить для её подружки. Причём я, понимаете, думаю, что дарить для подружки. Потому что Кира сама не знает. Она как бы вообще этими бейдами не играется. И она не знает, чем они отличаются. Какие они бывают. Но если бы у меня хотя бы был мальчик, то я бы могла что-то придумать. А так как у меня девочка, не имею понятия. Просто не имею понятия. Ладно, всё. Давайте собираться за Кирочкой. Как прикольно собирают листья в куче. Круто. Просто пылесосом дуют. И они собираются. Не так, как раньше с граблями ходили. Класс. Забрала Кирюшеньку со школы. Она себе какой-то новый прикольный сок взяла. Органический. Что-то такое новенькое. Говорит, очень вкусно. Попробовать. Попробовать? Прям яблоко-яблоко. Это же комочки такие. Знаете, на что это похоже? На печёное яблоко. Хотя я их не ем. Вот. Да, очень вкусно, кстати. Печёное яблоко. Вкуснотища. Такая вот яблочная пюрешка. Ещё она себе взяла сладкую вату. И попкорн. И попкорн. Идём сейчас обедать. Едем на английский. Да. Кстати, математики не задавали. Потому что контрольная была? Потому что Татьяна Алексеевна забыла. И никто ей не напомнил специально. А может быть потому, что у вас просто была контрольная, и вам решили её не задавать. У нас в школе, когда была контрольная, никогда не задавали домашнее задание. Не задаёт. Странно. Слушай, Кира, у меня такой вопрос. Очень серьёзный. Знаешь, по поводу подарка для Верочки. Я нигде не могу ничего найти с Белл Блейдом. Всё, что есть, это только эти игрушки. Она себе хочет только Белл Блейд. Я думала подарить постельное бельё, но у нас в Киеве я нигде не могу найти, только под заказ. А заказ это 7-10 дней ждать, и я не знаю, что делать. Сегодня 23-е, а у неё 28-го? 25-го у неё. 25-го? Да. Через 2 дня? Да. Аня, через 2 недели. Так, ты про себя. Кстати, 5 ноября, это понедельник, нам надо в понедельник в школу. Но я не пойду. Как это не пойдёшь? Я не пойду в школу на свой день рождения, потому что не хочу. Я не пойду в школу на свой день рождения. Вредная. Хорошо, мы это обсудим, когда у тебя будет день рождения. А сейчас ты мне скажи, что же мы будем делать с Верочкой. Я не знаю. Конструктор в Антошке Белл Блейд. Всё-таки игрушку Белл Блейд? Ну что ещё? Она ничего не любит больше. На куклу не любит. Косметику ненавидит. Катастрофа. Я не знаю, что делать. Ладно. Тогда будем слушаться тебя и покупать тогда какой-то ей Белл Блейд. Кирюшка уже пообедала, я так поняла, да? Не? Мне кажется, если столько съесть сладкой ваты, то можно не только пообедать и поужинать тоже. Клубочек только съела. Клубочек? Мало. Ладно, идём тогда обедать. Пошли. После вкусного обеда по законам мамы делаем уроки. Кирюшке сегодня немного задали, Доча. Что тебе сегодня задали? Вот это. И литературу. И всё? Элементарно. И, Доча, слушай, а по-английскому тебе вообще задавали что-то? Нет, похоже. А по-моему, задавали. Да, да, задавали. И что там? Вы сделали или нет? Нет. Печально. Почему? Потому что я не люблю, когда уроки не сделаем. Давай тогда начинаем украинский язык. А может, лучше сначала английский сделаем, ведь мы на него сейчас едем. Но потом я ночью буду это делать? Ну, да. Окей. Сейчас посмотрю, что у меня там. Секундочку. Давай, фанфейр. Фанфейр это аплодисменты. Циркус. Цирк. Плейграунд. Детская площадка. Карпак. Автомобильная площадка. Таун-сентр. Центр города. И кейк-шоп. Сладкий магазин. That's all. Всё, теперь можешь приступать тогда к школьным занятиям. Украинский язык и т.д. Я Кирюшке нарисовала гнома. Как вам мой гном? Смешной, но гном. Вот, теперь Кирюшка его разрисовывает, и мы уже собираемся выходить. Да, потому что сейчас пятнадцать, пятьдесят три. Да, уже время выходить, а я совершенно не хочу никуда ехать. На улице так холодно, и я никуда не хочу ехать. Но надо. И это надо, оно побеждает моё не хочу. Почти закончили. Слушай, даже прикольно получился гном. Вот такой вот у нас получился гном. С лопатой, с длинной бородой, с паутиной. И это типа кирпичная стенка, чтобы вы понимали. Это Кире нужно было нарисовать этого гнома. Знаете, почём? По сказке Захариуса Полемуса. Захариуса Тапеллиуса. Ага, Тапеллиуса, Захариуса Тапеллиуса, господи. Захариус Тапеллиус. Сказка про старого гнома. В общем, гнома мы нарисовали. Сказку Кира прочитала. Всё, зайка, пошли тогда собираться. А сейчас она сидит, вырисовывает в своём блокнотике. Ух ты, сколько ты там уже нарисовала всего разного интересного. Это не одна страница. Сейчас покажу. Всё. Это первая. Класс. Это вторая. А, это ты просто стёрла всё чёрное. Чётвёртая. Вот и четвёртая. Пятая. Супер. Слушайте, действительно, такой прикольный блокнот. У него так хорошо на нём рисовать. Вот есть же... Знаешь, Кирюшка, есть эти мы с тобой когда-то шкрябалки, да? Да. Царапки. Царапалки или как они называются? Там, где нужно выцарапывать картину. Так вот на этой царапалке намного сложнее царапать. Здесь именно красиво так рисуется. И очень легко, и круто. Идём. Сейчас Кира пытается меня научить танец пальцев. Да? Правильно это называется, доча? Показать. И она меня пытается научить. Я вообще ничего не понимаю об этом. Давай, я покажу. Давай. Сейчас, подожди. Сначала кулаки. Раз, два, три. Танк. Первое, второе, третье, четвёртое, пятое, шестое. Дальше. Так, так. И быстро сейчас покажу. Я в шоке. Кто умеет танцевать пальцами, пишите в комментариях. Это очень неинтересно. Где ты такое вообще нашла, Кир? Лайк, Квай, ТикТоке. Лайк, Квай, ТикТок. Вы тоже там есть? Мьюзикл. Господи, сколько есть всего интересного. Не, я на самом деле только в Ютубе и в Фейсбуке. А, нет. Ну, ещё Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на наш с Кирюшкой Инстаграм. Не забывайте. Ребят, посмотрите, какие мы купили ногти. Если вы хотите челлендж 24 часа с вот такими ногтёми, то ставьте лайк и пишите в комментариях. И мы обязательно для вас снимем такой челлендж. Мне кажется, что с такими ногтями нереально и два часа проходить. А мне кажется, что реально. Ну, посмотрим, посмотрим. Реально в карте. Сейчас на английском всех забугаю. Это жутко выглядит. Они ещё светятся в темноте. Если их на свету зарядить, то в темноте они будут ещё и светиться. В общем, жуть, жутко. Кстати, Кира, у тебя есть ещё маска. Я достану маску хэллоуиновскую. Она у нас тоже, по-моему, зелёная такая, барышня, с волосами чёрными. Да. Вот под эти ногти это будет просто костюм. Теперь тебе ещё нужно какое-то чёрное платье. Где тебе чёрное платье взять? Какое-то длинное, страшное. Мне не надо чёрное платье. А если костюм не успеет, приедет? Мы, Кирюшки, заказали костюм Харли Квинн. Если он не успеет... А я буду в штанах. В штанах? Да ну, так нечестно. Может, ты туда будешь ведьмой? Да. Я хочу всё равно красиво аквагрин. Я тебе нарисую ведьму. Хорошо. Ты будешь у меня зелёная. Или белая? Белая. Белая? Белая с зелёным глазом. И красные-красные яркие губы. И зелёные ногти. Да. А волосы тебе? Розовые. Слушай, а давай купим краску для волос? Чёрного цвета. И покрасим тебе волосы. Ах, чёрный цвет. Ну, вот это вот спрей. Краска-спрей. Ого, посмотрите на этого маленького вампирёныша. С ума сойти. Вот это зубы, Кира, у тебя. Мы с Кирюшкой как сосиски только что вылезли с этой маршрутки. Сосиска. Чтобы мы оттуда вышли, вышло 7 человек. И только после них вышли мы. Представляете, мы не могли выйти, пока не вышло 7 человек. Тут такая пробка, но она каждый день. Я не представляю, что будет зимой, Кир, когда мы будем ехать на английский язык. Наверное, зимой мы вообще будем под утро приезжать следующего дня. Нам надо выбрать какой-то другой маршрут зимний, чтобы домой добираться быстрее. Потому что это несерьёзно. Катастрофа. Пришли мы уже домой, и Кира хочет сейчас наклеить себе ногти, которые мы ей купили, новенькие. Они уже на двухстороннем скотче. В общем, клеятся уже без клея. Это хорошо. Да, такие прикольные, красивые, с бабочками. Вот такой вот это был набор. И тут, оказывается, этих ногтей на сколько использования? На три использования, да, Кир? Да. Или на четыре? На четыре использования. Тут, в общем, их достаточно много. Прикольный такой наборщик. И он идёт вот в таком вот флакончике, как лак. Тоже классно. А я сейчас буду клеить. Будешь клеить? Так, это большие, это указательные. Это средние, да? Это безымянные. Найди мизинчики ещё один. Вот. А, вот. Это безымянные. Всё. Ну, давай попробуем. Всё, готово. Посмотрите на эти ногти. Обалдеть. Ну что, Кира, теперь ещё и с такими ногтями снимем тебе челлендж. Да. Ребятки, пишите в комментариях нам снять видео. С этими ногтями я очень хочу с этими. Или с теми. Резиновыми. Или с зелёными. Я думаю, что, Кира, мы сделаем два челленджа. Потому что те ногти, они длиннее в три раза, чем эти. А эти ногти короче. Но они такие, как настоящие. Красивые. Красивые, реально, да. И на самом деле, вы знаете, ну... Ай, больно. Хорошо держатся. Даже лучше, мне кажется, чем на клей обычный. Теперь точно надо классный танец. Раз, два, три. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три. Прям Кира уже пытается учиться у себя на телефоне. Это у неё сейчас будет... Да? Ну, это у неё сейчас, да. Сейчас у неё будет учёба, как обходиться с ногтями. Чтобы её челлендж прошёл на УРА, да? Я уверена, что всё равно я найду какие-нибудь такие интересные штучки. Типа... Типа что? Одень колготки. С ногтями одеть колготки. Капроновые ещё. Капроновые колготки. Вот это будет интересно. Ладно, всё, ребят. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok